Это все произошло в сентябре 1994 года. Все это отражено в приказе генерального. Территория совхоз Красногорский, наша Карачаевая Черкесия. Трое малолетних детей и пять человек взрослых были лишены жизни. Когда мы выехали, несколько оперативно-следственных групп на место происшествия, тщательно был произведен осмотр места происшествия. И что я хорошо помню, так это два почерка совершения преступления. Заслуженный юрист Карачаев-Черкесии Зарема Умалатова вспоминает уголовное дело, которое ей пришлось дорасследовать после безуспешной попытки ее коллеги. Умение не оставлять без внимания мельчайшие детали помогло сотруднику Республиканской прокуратуры раскрыть это резонансное преступление с восемью убитыми. Впоследствии фигурант дела получил высшую меру наказания. А Зареме Назировне было присвоено внеочередное звание полковника юстиции. В умении распутывать самые сложные уголовные дела такие люди знают толк. Опыт ветеранов прокуратуры и сейчас нередко востребован. Они участвуют в аттестации молодых сотрудников, встречаются с начинающими работниками. Не в обиду ряду нынешних представителей ведомства, эти люди совершенно не боялись высказывать свое мнение. Их ценность была подтверждена как статистикой раскрываемости, так и добрыми воспоминаниями воспитанников. Так, в преддверии Нового года и 300-летия Отечественной прокуратуры молодежь получила солидный багаж информации, которая им в будущем наверняка пригодится. Ведь в президиуме находились ветераны со стажем работы 30 и более лет. Мы проходили все участки прокурорского надзора, поддерживали обвинения, ходили по этим общенадзорным проверкам, иски предъявляли, расследовали уголовные дела. Ну, в связи с тем, что следствие тогда было в составе, вот, до определенного времени прокуратуры. Ну и, естественно, вот этот срок, год испытательной стажировки уже показывал, на что способен тот или иной стажер. Вот такая должность была. Старший помощник прокурора республики, ну или область тогда еще республики, по местам лишения свободы, по надзору за местами лишения, и там плюс еще. На него же возложить надзор за следствием и дознанием и административной деятельности МВД. То есть, цирея, все комбинировано? Нет, тут два приказа, там, в личном деле. Это ужасная работа, огромная работа. Конца края нет, милиция есть милиция, вы сами знаете, что это. Когда я по детям работала, мне Садгихабля, Лужева Расима всегда говорила, я не перестаю вам удивляться, какое бы вы направление ни вели, вы нас убеждаете, что это самое центральное направление. То есть, вот когда мы вели по детям работу, на уровне Российской Федерации не было закона о комиссии по делам несовершеннолетних. И мы вслепую работали, что-то делали. Я дважды выезжала в генеральную прокуратуру на консультацию, к нашей Вениченко. И я еще тогда, не зная, что когда-то буду к этому иметь самое непосредственное отношение по МВД, я сама написала в закон о комиссии по делам несовершеннолетних. Участникам этой встречи было, что вспомнить, о чем рассказать молодым сотрудникам прокуратуры. Да и те расспросами поддерживали общение. Поэтому беседа опыта с молодостью никак не хотела подходить к логическому завершению. И лишь вручение медали в честь скорого юбилея ведомства подвело некоторую черту под этим познавательным мероприятием. В награду же нынешним сотрудникам прокуратуры Карачао-Черкесии памятное фото с ее историей. Артур Махцемиха Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.